Здравствуйте! В эфире программа «Повестка дня» и я, ее ведущая, Ольга Уланова. Судьба инвестсоглашений по проекту развития территории Апраксина-Двора может определиться до конца этой недели. 8 февраля заканчивается договор между Петербургом и компанией «Главстрой СПБ». К этому времени в Комитете по инвестициям должны решить, продлевать его или нет. В ведомстве подтвердили, что письмо с предложением о продлении контракта от инвестора получено. Предложено в самом письме несколько концепций, которые были. Это концепция 2007 года, потом 2012 года и новая концепция, которая предлагается с новыми сроками. Сейчас специалисты комитета рассматривают возможность продления и будут рекомендовать руководству города принять этого решения по этому проекту. Как сообщили БН в пресс-службе компании-инвестора, «Главстрой» готов продолжить реализацию проекта. Цитирую. На условиях рассмотрения Петербургом ранее направленных предложений и достижения разумных компромиссов в процессе переговоров о продлении срока действия соглашения. Уже много лет вокруг территории площадью 12 гектаров, расположенной буквально в трех шагах от Невского проспекта, ведутся споры и разговоры. Неприглядный внешний вид и разношерстная торговля внутри квартала вызывают не самые положительные эмоции как у жителей города, так и его гостей. И необходимость решать эту проблему назрела давно. Как считает Игорь Горский, вопрос действительно затянут, и молчание города по нему достаточно негативно сказывается на инвестиционной политике крупных девелоперов, связанных с центральной и околоцентральной частью города. Мне кажется, что этот городный узел надо разрубить, сказав либо да, либо нет. По одной простой причине. Это будет как зеленый сигнал светофора для других девелоперов. Город готов к реализации новых крупных имиджевых проектов в центральной части города. Или город принимает свою программу по расселению жилищного фонда в центральной части города, по изменению концепции в центральной части города, уже, видимо, за счет каких-то других ресурсов. Эксперт полагает, что отказав Главстрою, город дает сигнал, что не готов к реализации таких проектов. В то же время он уверен, что инвестору необходимо активнее разъяснять необходимость реализации этого знакового проекта, в том числе и возможность для города пополнить бюджет. Это арендаторы, это достаточно большая налогооблагаемая база. Это другое изменение статуса апраксина двора, потому что апраксин двор сейчас, ну, представляет не то, что он представляет. Мы все знаем, что такое апраксин двор. Как только будет изменен внешний вид, как только будет изменено внутреннее содержание апраксина двора, изменится его наполняемость. Одна из проблем, которые до сих пор не решены, это многочисленные арендаторы, а их здесь до сих пор немало. И ситуация с их выселением, по мнению некоторых экспертов, весьма непроста. В существующей правовой ситуации невозможно провести реконструкцию апраксина двора без административного насилия над его собственниками. Я не знаю, пускай решает правительство, но я считаю, что вот в существующем виде, в существующей картине имущественно-правых отношений, там невозможно найти компромиссы. Как считает Олег Барков, есть два пути решения этого вопроса. Совершить насилие и заставить продать собственников по низким ценам. Второй путь прямо противоположный. Это выкупить участки на их условиях, консолидировать этот объект и продать по максимально возможной цене с жесткими охранными обязательствами кому-то для реконструкции и последующего использования. Однако и в том, и в другом случае, по мнению Олега Баркова, делать это придется за счет бюджета. И в краткосрочном периоде это будет убыточная операция. Только таким образом эту ценную территорию можно привести в порядок. Какое решение примет городское правительство, продлит контракт с главстроем или будет искать иные пути, станет понятно в ближайшее время. Но необходимость реконструкции очевидна с точки зрения сохранения одного из знаковых объектов исторического центра, дальнейшего развития этой и прилегающих территорий, развития туристического и культурного потенциала города. Вы смотрели повестку дня. С вами была Ольга Уланова.